Здравствуйте! В эфире программа о главном и я Елена Страхович. Сегодня в программе вы увидите... 2 мая в Одессе. Расследование закончено, но поиск виновных в массовой гибели людей продолжается. Вина милиции на тот момент и руководство одесской милиции была в том, что они вовремя не предотвратили это, не разделили эту ситуацию, не нейтрализовали мгновенно тех лиц, которые нападали с оружием в руках на проукраинский митинг. Это надо было сделать, и тогда бы дальнейших последствий не было. Куда уходят деньги, выделяемые на армию? Почему новобранцам по-прежнему не хватает касок? Кто отдавал и отдает сегодня приказы в Минобороне? Нужно привлечь и советовали президенту тех офицеров-генералов, которые за последние годы вытолкали из армии, потому что они имели хребет, свое достоинство, честь. А их заставляли материальные потоки регулировать. Те смотрящие, которых привел Янукович. 54 смотрящих сидело в Минобороне. Децентрализация страны. Что должно измениться в отношениях Киева и регионов, чтобы страна стала по-настоящему европейской? 50% денег, которые зарабатывает город, а в частности Одесса, должно оставаться у нас в регионе, у нас в городе. А 50% должно идти на государственные программы. Проблемы украинского бизнеса. Что сделать, чтобы разрушить коррупционные схемы контролирующих органов? Веселицу. Так сделали китайцы. Едут, строят дорогу. Поймали, чтобы воруют на строительстве дороги, возле этой дороги повесили. Больше не воровали. Может, хотя бы просто наблюдатели от бизнеса, которые бы смотрели. А знаете, что произойдет? Я вам скажу, войдет в долю. Прошедшая неделя в Одессе была необычайно урожайна на высоких гостей, в основном политиков. Что неудивительно, до выборов в парламент осталось всего три недели. Поэтому свое видение дальнейшего курса корабля под названием «Украина» избирателям сегодня демонстрируют все, желающие занять место у Кормила. Что же касается самих избирателей, то у них сегодня непростая задача – разобраться во всем этом многоголосье. Чтобы помочь в этом одесситам, мы пригласили ряд политиков в нашу студию. И начнем мы наше знакомство с человека, которого наши телезрители наверняка хорошо знают по эфирам центральных каналов. Советника главы МВД Украины, члена партии «Народный фронт», одного из авторов и активистов украинской люстрации Антона Герасченко. Вы сегодня в Одессе. Это говорит о чем? Люстрация уже началась? Или вы по другим делам приехали в наш город? Здравствуйте. Я нахожусь сегодня в отпуске. Приехал в Одессу как кандидат от партии «Народный фронт». Я баллотируюсь с народными депутатами по списку за номером 21. Приехал провести встречи с избирателями, с кандидатами по мажоритарным выборам. Для того, чтобы рассказать избирателям в Одессе, что это за партия, почему я иду именно в ней. И хочу сказать, что намечены выборы 26 октября. Эти выборы очень важны для Украины. Потому что в той Верховной Раде, которая была создана при Януковиче, было очень мало патриотичных депутатов, которые бы отстаивали интересы Украины, которые бы вкрепляли ее в обороноспособность, национальную безопасность. И мы это видим в тех голосованиях, которые были. Едва-едва хватило голосов за недоверие Цареву. Едва-едва хватило голосов за признание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики террористическими организациями. А когда на Крещатике лилась кровь, лишь 235 депутатов собралось и приняло эпохальное решение о прекращении огня. То есть остальным 215 было, получается, не до этого. И то, сколько было сделано перед этим неправильных и незаконных решений Верховной Рады, начиная от драконовских законов 16 января и так далее. Поэтому я иду на выборы вместе с командой Арсения Яценюка, вместе с командой Александра Тручинова. То есть тех людей, которые в самый тяжелый момент истории Украины взяли на себя ответственность за Украину и пронесли ее с высоко поднятой головой для того, чтобы передать власть законно избранному президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Антон, скажите, что вы планируете изменить, придя в парламент? С чего вы будете начинать? Знаете, начнем мы с того, что необходимо, с одной стороны, укреплять обороноспособность нашей страны, с другой стороны, невозможно укреплять обороноспособность вооружать нашу армию и хорошо обучать солдат, если у нас не будет хорошо работающей экономики. У нас сильная экономическая часть в нашем блоке. У нас европейский премьер Арсения Петровича Цинюк и команда современных европейских экономистов, которая должна действовать для того, чтобы наполнять бюджет нашей страны. И я, со своей стороны, собираюсь делать все необходимое для изменения законодательства в области правовой и судебной реформы. Дело в том, что та история, которая была с господином Шуфричем, которого хотели укунуть в мусорный бак, она, естественно, не соответствует законодательству, поэтому в случае возбуждено уголовное дело по хулиганству против тех, кто на него напал. С другой стороны, общество не верит в справедливое наказание тех лиц, которые не любят Украину, тех лиц, которые работают против интереса Украины. Любой чиновник, любое лицо от президента и депутата народного должны быть подконтрольны, подотчетны народу. И ради этого партия Народный фронт будет менять законы и применять их так, чтобы таких историй, как Шуфричем, не было. Чтобы Шуфрич испытывал не пять минут страха, боли и позора, а чтобы он мог получить реальное наказание, длительный срок тюремного заключения. Вот, неотвратимость наказания. Как сделать так, чтобы это было действительно реализовано на практике? Для этого нужно, во-первых, принимать те законы, которые разорвут круговую поруку среди тех же судей. Много делается милиции, иногда СБУ, иногда прокуратуры, для того, чтобы вывести преступника на чистую воду. Но принимаются решения судами, совершенно необоснованные, для того, чтобы, например, освободить от наказания депутата Лазинского, убившего человека. Помните, он отсидел половину срока, и судьи с удовольствием приняли решение, что он очень больно отпустил. Хорошо, значит, нужны новые законы. Его пришлось срочно задерживать и, так сказать, снова возвращать в тюрьму, чтобы он досиживал свое наказание. Поэтому у нас очень большая проблема, это суды, очень большая проблема, это прокуратура, милиция и служба безопасности. Нужна иллюстрация этой системы или просто достаточно новая законодательная база, которая позволит сначала очистить органы правопорядка и суды, а с другой стороны создать высокие социальные стандарты в этой работе. Я лично знаком с Михаилом Саакашвили, президентом Грузии, и он сказал, что мы реформу той же милиции начали с того, что сначала повысили заработную плату в два раза, создали условия, чтобы хотели работать честные и порядочные люди в органах правопорядка и начали ее очищать. Главное, вектор движения. Этот вектор движения, партия Народный фронт, будет гарантировать тем, что у нас идут такие люди, как Татьяна Черновол, которая в те моменты, когда все сидели под домом, тряслись и боялись, что Янукович будет пожизненно, а потом будет править его сын, это смелая женщина, сама лично перелезала через забор Межигорье, фотографировала, как живет тиран и показывала всей стране это, и в том числе стала основой для Рюзи. С нашей командой идет Андрей Порубий, с нашей командой идут командиры добровольческих батальонов, которые вырвались из окружения в Иловайске, это Андрей Тетерук, Юрий Береза, другие командиры. Опять-таки, тот же известный казак Гаврилюк тоже идет в нашей команде. А ведь у вас такая же яркая команда? Ну, безусловно. У нас идет Сергей Фаермарк, кандидат-депутаты Соколов и ряд других ребят, которые любят Одессу, которые сделают все необходимое для того, чтобы создать здесь условия для превращения Одессы в настоящий европейский торговый и культурный центр. Давайте поговорим о иллюстрации. Я понимаю, что это основной механизм. Как и на кого вы собираетесь менять? По каким критериям будете отбирать новых людей? Значит, первый критерий должен быть следующий. Это люди должны перестать бояться обращаться в органы правопорядка с жалобами. На сегодняшний день до сих пор, вот люди говорят, почему до сих пор не сидит тот или иной одиозный чиновник и так далее. А оказывается, что жалоб на него нет. Люди боятся, которых он оскорбил, обидел, обокрал, пожаловаться на него, потому что они не верят власти. Поэтому самое важное, это чтобы наши граждане поняли, что нужно жаловаться. Например, я сейчас призвал... То есть вы хотите вернуть доверие к власти? Безусловно. Я стараюсь, и Арсен Аваков, и я постоянно отслеживаем социальные сети. Мы постоянно реагируем на все вызовы, которые организуются и бросаются в милиции. И я хочу сказать следующее. Я сейчас начал проект в интернете «Стоп-подкуп». Я прошу всех одесситов, которые слышат или видят, что кто-то из кандидатов занимается подкупом, пожалуйста, обращайтесь на страницу в фейсбуке «Стоп-подкуп» или на мою страницу Антона Герасченко и сообщайте об этих фактах. Мы сразу же по ним начинаем расследование. Мы сразу начинаем проверять эту информацию. Потому что иногда, бывает, используют средства массовой информации, социальные сети для того, чтобы оболгать кого-то. Это тоже есть факт. Но мы должны не допустить массового подкупа избирателей, как это было всегда. Потому что тот, кто продает свой голос, тот в итоге придает свое государство и продает будущее своих детей. Хорошо, это на выборах. Избранный за деньги депутат считает, что он уже никому ничего не должен. И что он дальше должен отбивать то, что он вложил. Так быть не должно. Кандидаты от партии «Народный фронт», я вам могу гарантировать, не занимаются подкупом избирателей. И мы не дадим никому заниматься этим подкупом. У нас здесь достаточно полномочий. Но я прошу верить нам и обращаться в случаях таких. А также помогать нам внедряться в сети, которые занимаются подкупом избирателей. И помогать им говорить. Совершенно точно. Хорошо, Антон. Но вы сейчас говорите о выборах. До выборов осталось-то всего ничего. А если говорить о дальнейшей жизни, нужна ли устрация судебных органов, нужна ли устрация милиции? Безусловно нужна. Должна она проходить по закону. Закон этот принят на сегодняшний день. К нему есть ряд вопросов, я вам хочу сказать. Потому что если его применять напрямую, то есть его несоответствие в чем-то Конституции. И есть несоответствие в том, что есть люди, которые занимали высокий пост даже времена Януковича. Но при этом они не проводили каких-то незаконных действий. То есть просто нету к ним претензий по данному факту. И в таком случае получается дилемма. Мы можем уволить профессионала и человека, который не совершал каких-либо правонарушений. И это будет несправедливо. Поэтому здесь нужно смотреть. И сейчас вопрос за президентом Украины. Ему положен на стол подписанный и принятый Верховный Радный закон. И он должен решить, подписывать или накладывать в это. После того, как этот закон будет подписан, мы тогда сможем обсуждать, как его применять. На сегодняшний момент он пока не подписан президентом Петром Порошенко и не вступил в силу. Скажите, вот мусорная иллюстрация уличной демократии, разгул которой сегодня наблюдается в Украине. Это говорит о слабости законодательной системы, о слабости правоохранительной системы. Это говорит о том, что у нас не построено по-настоящему правовое государство, в котором бы любой чиновник, независимо от своей дожди, был наказан. Я сегодня написал большой пост в Фейсбуке, назвал его «Ворон ворону глаз не выколет» или «Почему Нестера Шуфрича пытались окунуть в мусорный бак». И я там описал следующее. В Америке губернатор штата Иллинойс, штата с насилием 30 миллионов человек, который попытался взять взятку за продажу поста сенатора, получил 14 лет тюрьмы. Мэр Детройта за кражу 800 тысяч долларов из бюджета получил 18 лет тюрьмы. Там нет неприкасаемых. А дочка губернатора Буша, лет 15 назад, когда он еще губернатором был, прикинула, что есть 21 год и несколько недель потом убрала мусор на улицах Хьюстона. Опять-таки неотвратимость наказания для всех. И равенство перед законом всех. У нас же, к сожалению, общество уже привыкло, что если человек чиновник, то он может нарушать закон и уничтожить. Так быть не должно. И партия Народный фронт, которая ведет в своих списках, вернее, не ведет в своих списках ни одного из министров Януковича, ни одного из депутатов Януковича, а тех людей, которые всегда боролись за свободу и демократию в этой стране, мы будем добиваться этого Верховной Ради. Почему мы в том числе идем туда? Антон, скажите, а вы уверены, что люди, которые сегодня присутствуют, бойцы добровольческих батальонов, их руководители, которые сегодня воюют в АТО, придя, вернувшись к мирной жизни, в том числе войдя в политику, собственно говоря, смогут быть достойными политиками методы воздействия несколько разные на войне и в мирной жизни? Вы знаете, когда у нас сидят обвешанные орденами генералы Верховной Рады и не принимают нужных и своемельных решений, необходимых для законодательного обеспечения работы страны, для обеспечения тыла, вооружения, то я считаю, это гораздо больше преступления. Наши командиры добровольческих батальонов – это неравнодушные люди. И нам важно, чтобы у нас в Верховной Раде было как можно больше неравнодушных людей. Как сказал когда-то погибший чешский патриот за стенкой гестапо Юлиус Фучик, бойтесь равнодушных. Именно с их молчаливого согласия творятся все самые страшные преступления на земле. И вот я вам сейчас говорю о равнодушной. Когда на улицах Киева лилась кровь, и всего лишь 235 депутатов пришло и сказало, нет, давайте это остановим. А где были еще 215? А это были как раз и генералы, и юристы, и заслуженные доктора наук, многих премий. Но они просто побоялись и не пришли. А я могу сказать, что наши командиры добровольческих батальонов, которые идут в списки партий Народный фронт, они не позволят никогда в этой стране снова устроить диктатуру. И в том числе мы идем для того, чтобы этой диктатуры не было. Антон, ну спросите, сегодня со страниц СМИ, например, очень много обвинений в адрес ваших руководителей, скажем так, в ультраправых взглядах. Насколько эти взгляды, на ваш взгляд, помогут все-таки объединить страну и сохранить законность? Вы знаете, когда в апреле и мае месяце эту страну некому было защищать, то мы брали и призвали в ряды добровольцев, в том числе тех ребят, которые на Майдане действительно кидали бутылки с зажигательной смесью, и которые не давали снести Майдан. Именно эти ребята штурмовали Мариуполь, стояли на блокпостах, отбивали атаки террористов, попадали в плен и погибали. Так вот пусть будет больше тех людей, которые любят Украину, которые хотят, чтобы Украина оставалась независимым, цивилизованным, правовым государством. Вот я хочу сказать, от них гораздо меньше зла, чем от тех людей, которые много надувают щеки и делают вид, что они много делают для Украины, на самом деле только говорят. Так вот это настоящие герои, это неравнодушные люди, и они будут как раз нужны для баланса сил в этой стране. Хорошо, давайте обратимся к событиям в Одессе, событиям 2 мая. Расследование по вашим же заявлениям было недавно практически закончено. Скажите, вы можете сегодня четко сказать, что это было? Политическая провокация, трагическая случайность или намеренная бойня вообще, и кто в ней виноват? Значит, то, что те лица, которые начинали стрельбу по мирным протестующим, которые пришли на мирное шествие за Украину, это были люди, которые инспирированы иностранными спецслужбами, а именно Российской Федерации, не оставляют сомнений. Это было сделано специально для того, чтобы сорвать мирное шествие, дестабилизировать ситуацию в Одессе. В ответ эти лица получили то, что сторонники Украины тоже взяли в руки оружие, после того, что погибли люди. Они тоже пошли мстить за то, что произошло. И вина милиции на тот момент, и руководство Одесской милиции была в том, что они вовремя не предотвратили это, не разделили эту ситуацию, не нейтрализовали мгновенно тех лиц, которые нападали с оружием в руках на проукраинский митинг. Это надо было сделать, и тогда бы дальнейших последствий бы не было. Именно за это сейчас судят и будут судить, в том числе, и высоких руководителей Одесской милиции, которые были уволены в тот же день министром Танидела Арсеном Аваковым. Что касается той трагедии, которая была в Доме профсоюзов, то хочу сказать, что эта трагедия была бы невозможна, если бы сами протестующие пророссийского характера не скопили бы там значительное количество горючих материалов и не начали бы в том числе отстреливаться, выбрасывать данные бутылки с жарительной смесью. Но я хочу сказать, что наказаны будут не только милиционеры, но и те лица, которые били и убивали безоружных людей, как с одной и со второй стороны, они должны понести наказание. Есть масса видеозаписей, есть масса доказательных моментов. И я хочу сказать, что каждый, кто проявлял чрезмерную жестокость и занимался убийствами, пытками, избиениями, должен быть наказан. Мы должны строить цивилизованное правовое государство, а милиция должна быть не правонарушителем, а правоохранителем по-настоящему. Скажите, в начале расследования собирались привлечь иностранных инспекторов, иностранных экспертов к расследованию. Почему это не было сделано? Знаете, я не занимался расследованием. Его вела генеральная прокуратура, милиция обеспечивала привод тех или иных лиц и так далее. Поэтому я не могу ответить на данный вопрос. У меня нет до этого достаточной информации. Хорошо. А если говорить о возможности подобных новых провокаций в Одессе, есть ли у вас информация? Я думаю, что таких провокаций не будет. По примеру, ситуации в городе Харькове. Две недели там нагнеталась обстановка по всем соцсетям, что будет массовый сепаратистский митинг. В субботу я приехал в Харьков, там собралось несколько десятков российски настроенных граждан. Митинг был завершен решением суда. Их арестовали 20 человек, задержали, точнее, до выяснения обстоятельств. На следующий день был объявлен митинг в поддержку Украины. Я в том числе призвал прийти туда харьковчан в своем фейсбуке. Этот митинг прошел мирно, цивилизованно, по-европейски, безо всяких провокаций. Да, после этого часть радикально настроенных граждан пришла к памятнику Ленина и, скажем так, снесла этот памятник Ленина. Но я хочу сказать, что это результат того, что народ Украины стал европейским, цивилизованным, не хочет терпеть на центральных площадях памятник Тирану, который в свое время лишил Украину независимости, которую она тогда получила в 1917 году, который создал живую идеологию, из-за которой погибли миллионы людей. Я знаю, что в Одессе вы встречались со многими людьми и с официальными структурами, и с молодежью, со студентами. Что сегодня молодежь интересует? О чем больше всего спрашивают? Интересует, скоро ли закончится война. К сожалению, мой ответ – нет, не скоро. И мы обречены жить в ситуации, в которой живет Израиль или Южная Корея много-много лет, до тех пор, пока жив Путин или его преднаследники. То есть Донбасс станет для нас новым сектором газа? На сегодняшний момент так и есть. Как надолго это, по-вашему? Это могут быть годы, это могут быть десятилетия. Это нужно понимать. Тот, кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую армию. Это сказано столетия назад мудрыми людьми. Это есть правда. В 23 года Украину разрушали, раскрадывали. Украина была пронизана коррупцией. Это расплата. Я хочу сказать, что по-настоящему независимой Украина стала только после бедства Тирана Януковича. До этого у нас независимость была только формальной. Россия контролировала нас через экономику, через газ, через скупку стратегических предприятий. И нам еще очень много придется сделать, чтобы избавиться от иго и зависимости России. Но другого пути у нас нет. А что касается ситуации в Донбассе, о том, что часть Донбасса сейчас захвачена, анонсирован Крым, то я хочу сказать пример. Южная и Северная Корея в 1953 году были разделены. Где сейчас Северная Корея, вы знаете, в каком она месте находится. Южная Корея – это мировой лидер. У Украины есть все шансы стать экономически мощным, сильным, процветающим устранством. Сделать мощную систему обороны и безопасности. И партия Народный фронт будет все делать для этого. Ну а теперь я хочу представить нашим телезрителям одесского политика и бизнесмена, кандидата в депутаты Верховной Рады по Приморскому району Владимира Рондина. Владимир, ну наблюдая за вашей предвыборной кампанией, мне кажется, что основное, чем вы собираетесь заниматься в Верховной Раде, это децентрализация. Я права? Да, безусловно. То есть я понимаю, что речь идет не просто о децентрализации, а своего рода такой децентрализации в пользу Одесситы. Вы считаете, что Одессе нужны какие-то особые преференции? Я думаю, что Одессе особые преференции не нужны, хотя бы потому, что Одесса и так уже особенный город. Я считаю, что нужна децентрализация, должна пойти в пользу не только одесситов, но и в пользу Полтавы, в пользу Винницы, в пользу Харькова, всех городов Украины, а значит это будет децентрализация в пользу Украины. То есть каждый город получит, как говорится, свои плюсы от вашей децентрализации. Хорошо, но скажите, вы наверняка изображали зарубежный опыт децентрализации. Как она работает в европейских странах? Какой опыт для нас наиболее предпочтителен? Дело в том, что во всех цивилизованных развитых странах орган высшей власти никогда не вмешивается в хозяйственную деятельность органа низшей власти. То есть децентрализация заключается в том, что каждый занимается своим делом и нигде не пересекаются функции. То есть государственные органы ведут только надзорную функцию на местах, в городах, в поселках. А у нас как сейчас происходит? Дело в том, что у нас сегодня, к сожалению, функции исполнительной власти дублируются. Государственные администрации имеют не только надзорные функции, но и имеют свою исполнительную власть, которая назначается из Киева. И получается, что во всех городах двоевластие. Сегодня в Одессе работают два исполнительных комитета. Один исполнительный комитет городского совета, второй исполнительный комитет госадминистрации. То есть слишком много чиновников, слишком много дублирующих функций, и отсюда, конечно, теряется эффективность управления и страной, и городом. Коллективной может быть только безответственность, ответственность может быть только персональной. Поэтому государству, как в всех цивилизованных странах, надо оставить только контролирующую функцию. А функцию исполнительной власти на местах надо полностью передать в местные громады, так как это и записано в нашем законе о местном самоуправлении. И как вы видите, как должна выглядеть эта система на уровне местного самоуправления? Ну, я это приведу на простых примерах. Скажите, если в Одессе надо отремонтировать школу, зачем в Киеве об этом знать? Зачем у Киева на это просить разрешения и тем более деньги? Должны быть справедливые местные бюджеты, и местная громада должна сама решать, каким образом она будет развивать свою территорию. Где она будет строить детский садик, где она будет реконструировать крыши, а где она будет ремонтировать школу. Вот в чем заключается разделение полномочий. Государственная власть только наблюдает за законностью, местная власть занимается непосредственно хозяйственной деятельностью. Ну вот смотрите, самый главный вопрос, что вы сказали, это финансы. Без денег ничего невозможно. Как должно измениться финансовое взаимоотношение центра и региона? Ну сегодня, к сожалению, ситуация следующая. Наш город, это не секрет, город-донор. То есть большую часть денег, которую зарабатывается в Одессе и Одесском регионе, мы вынуждены отдавать в государственный бюджет. Это, на мой взгляд, очень несправедливо. И если смотреть на зарубежный опыт, там где в той же Польше, в той же Франции, в той же Австрии, 70% заработанных на территории денег остается местным бюджетом для решения их насущных проблем. И только 30% идет государству на государственные программы. Там государство отвечает только за армию, только за государственную безопасность, за международные отношения. Все остальные хозяйственные вопросы, вопросы развития бизнеса на местах полностью переданы местным советам. Поэтому наполнение бюджетов, в первую очередь, связано с законом, который я уже подготовил и планирую провести в Верховном. Закон о справедливых местных бюджетах, в котором будет сказано, что 50% денег, которые зарабатывает город, а в частности Одесса, должно оставаться у нас в регионе, у нас в городе. А 50% должно идти на государственные программы. Кроме того, вы спрашиваете, где взять деньги. Сегодня при создании выгодных условий для инвестиций, очень много инвестиций-то невозвратные. Инвестиции-то вкладываются в наш город, и дальше они развивают инфраструктуру, они дают рабочие места, они увеличивают налоги и налоговые поступления, и пошлины. Сегодня есть серьезная возможность инвестировать и брать кредиты за рубежом. Очень важно, чтобы в нашей стране наконец наступил мир и стабильность. Это позволит иностранным инвесторам практически увеличить вдвое и втрое бюджеты городов, потому что наша страна сегодня очень инвестиционно привлекательна. Владимир, скажите, хочу вернуться к процентным соотношениям. А почему в Европе 70 на 30, а у нас 50 на 50? У нас сегодня не 50 на 50. Нет, вы предлагаете 50 на 50. Дело в том, что в Европе 70 на 30 уже многие годы. Сегодня государственные службы, государственные программы многих развитых стран интегрированы между собой в Европейское Содружество, и каждой отдельной стране не надо развивать отдельно свою армию. У них есть НАТО, и каждая страна вкладывает посильный вклад, допустим, в свою и коллективную безопасность. Сегодня мы внеблоковая страна, и пока этот вопрос не решен, мы должны создать свою мощную армию, готовую защищать нашу страну. Мы должны создать многие инфраструктурные проекты, которые не под силу отдельным регионам. Это связано и с энергетической безопасностью, это связано и с другими судьбоносными вопросами для нашей страны. Именно поэтому я считаю, что сегодня будет справедливо бюджет делить 50 на 50. Вы сказали об инвестиционной привлекательности. Это для нашего региона очень важно. Как, на Ваш взгляд, все-таки сделать инвестиционный климат максимально благоприятным? Инвестиционный климат напрямую зависит от реформ нашего налогового законодательства. Сегодня так получилось, что Одесса осталась единственным туристическим центром нашей страны с большой линией побережья, с определенной инфраструктурой, связанной с туризмом. И сегодня все взгляды инвесторов, которые видят свой бизнес как туристический бизнес, как отельный бизнес, как ресторанный бизнес, направленный в сторону нашего города. Для того, чтобы к нам пошли деньги инвесторов, нам нужно делать прозрачные условия игры. То есть люди, приходящие сюда, должны знать, что их инвестиции не будут в дальнейшем забраны, что налоговые органы не будут к ним предвзято относиться. Потому что инвестор всегда в перспективе хочет свои инвестиции вернуть. А для этого им нужно делать прозрачные условия ведения бизнеса. Ну, смотрите, вряд ли это можно сделать все на местном уровне. Я понимаю, для этого все-таки нужны решения на законодательном уровне, на уровне парламента. Ну, сегодня у нас назрело большое количество реформ. И в своей программе президент определил 60 главных реформ, которые надо сделать за этот период. То, что необходимо делать в ближайшее время новому парламенту, это, конечно, антикоррупционная реформа и реформа судебной системы. Потому что судебная система сегодня не выдерживает никакой критики. Понятно, что сегодня надо реформировать армию. И это тоже не вызывает никаких сомнений. Сегодня очень остро стоит вопрос о энергетической безопасности страны. Потому что сегодня Украина полностью завязана на поставке российского газа и российской нефти. То есть нам нужно дифференцировать эти риски. Нам нужно переключаться на страны Востока. Нам нужно переключаться на страны Европы. И каким-то образом сделать так, чтобы, как любая европейская страна, чтобы мы не были связаны и полностью зависимы только от одного источника энергии. Затем очень важна реформа государственной службы и государственных органов. Сегодня у нас, особенно для бизнеса, все очень зарегулировано. То есть любое открытие бизнеса, ведение бизнеса связано с постоянным общением с чиновниками. Допустим, на Западе это все делается по интернету. То есть даже проверки налоговой инспекции, если налоговик придет на предприятие, это уже считается коррупцией. То есть все общения с государственными, налоговыми, инспекционными органами проходят исключительно по интернету и в рамках закона. Вот очень важно сделать у нас эту реформу, чтобы предприятия, предприниматели почувствовали свободу и равные условия ведения бизнеса. Вы считаете, что это в нашей стране в ближайшее время реально? Вы знаете, возьмите Польшу 20-летней давности. Они в 90-м году приняли свой первый закон о децентрализации власти. Прошло чуть больше 20 лет, это развитая европейская страна. Почему они этого добились? Потому что первыми законами были законы о децентрализации, это были законы о коррупции и наказании за коррупцию. Это была реорганизация государственных органов, это были законы о люстрации власти. То есть опять не нужно изобретать велосипед? Вы знаете, этот путь прошли многие европейские страны и у нас сегодня есть подсказка. Мы можем просто, пользуясь их опытом, быстро и качественно отстроить нашу экономику, отстроить нашу политическую систему, отстроить наши отношения с бизнесом. А таким образом буквально 5-6-7 лет и наша страна выйдет на достаточно новый и качественный уровень жизни людей и развития в целом. То есть я понимаю, что желание снизу уже есть, осталось сделать так, чтобы наверху эти вопросы были решены. Для того, чтобы эти вопросы были решены наверху, нужно выбрать новую Верховную Раду. Сегодня в Верховной Раде находится большинство тех, кто вчера были партнерами, помощниками и так далее Януковича, то есть прошлой власти. То есть эти люди не заинтересованы в изменениях в нашей стране. Им коррупция, взяточничество полностью подходило. Сегодня у нас есть новый современный президент, у нас есть отличный кабинет министров, который очень прогрессивно выдвигает законы. Но Верховная Рада всячески саботирует любые начинания для стабилизации и развития страны. Именно поэтому сегодня нужно в Верховную Раду выбирать людей, которые не были связаны с прошлой властью, которые не просиживали уже по многу сроков в Верховной Раде. Брать туда новых людей, которые знают, как дать возможность развиваться предприятиям, развиваться стране, давать новые рабочие места и отстраивать нашу страну по европейскому типу. Надо меньше говорить и больше делать. Конечно, я знаю, что нужно делать. Надо обязательно начинать с децентрализации власти в нашей стране. С первого дня конфликта на Донбассе я говорил про мир и необходимость переговоров. Но власти понадобились тысячи смертей, руйнувание экономики, обвал гривни. Для того, чтобы понять простую вещь, без мира нет развития, без мира нет страны. Мы должны остановить войну, мы должны остановить крах экономики, иначе мы потеряем Украину. Продолжение следует в ваших руках. Дмитрий Спивак. Кандидат в народные депутаты от блока Петра Порошенко по Киевскому району. Время объединяться. Эдуард Матвичук заставит Киев выделить деньги на реконструкцию всего Киевского района по примеру микрорайона Южный-Б. Одним из первых его законопроектов будет о целевом финансировании областной программы развития города Одессы. Это даст возможность привести в порядок все межквартальные проезды, дороги, дворы, подъезды, освещение, зеленые массивы Киевского района. Эдуард Матвичук. Всегда с Одессой. Сделано многое. Сделаю больше. Продолжение следует. Такси Флэш 706-76-76. Теперь вы можете экономить на поездках. Такси Флэш. Быстро, удобно, со скидкой. 706-76-76. Бесплатно с мобильного. Несмотря на подписанное в верхах соглашение о перемирии, на востоке Украины продолжается война. Гибнут военные и мирные люди. И чем дальше, тем острее встает вопрос. Кто из политиков сегодня в состоянии остановить кровавый конфликт? Поставить на место агрессора и сохранить целостность Украины? Что нужно сделать, чтобы страна, пройдя путь очищения кровью, начала нормально жить и развиваться? Обо всем об этом мы сегодня беседуем с лидером партии «Гражданская позиция» экс-министром обороны Анатолием Гриценко. Анатолий Степанович, давайте начнем с главного вопроса современной Украины, с вопроса мира. Это сейчас больше всех волнует. Как, на ваш взгляд, как можно достичь мира? Что-то отдать для того, чтобы выиграть остальное или идти до победного конца? Ваш рецепт мира? Наша партия не зря называется «Гражданская позиция». Потому что ценности связаны со свободой, с достоинством, с правом нас самих определять свою судьбу, свой стратегический выбор. Поэтому любая агрессия против нас, которая ограничивает, она отторгается. Не важно, чья. В данном случае Путин пошел агрессией. Ясное дело, что мы не можем соглашаться с тем, что звучит фальшиво. Например, мир в том понимании, как он несен президентом в парламент с законом об особый статус территории Донбасса. Мы голосовали против. И об этом прямо сказали. Я уже не говорю о позорном, неприемлемом способе голосования. Там не было журналистов, и табло было мертвым. Такого не было даже в худшие времена Януковича, скажем честно. Но суть, за что воевали и почему миром называют сдачу несколько десятков тысяч квадратных километров территории Донбасса и несколько миллионов человек под контроль русским войскам и бандитам. Вот это нельзя назвать миром. Поэтому, где выход, там где вход. Прорвали границу, зашли на нашу территорию. Значит, нужно выдворить с нашей территории и закрыть границу, взять под контроль. Вот тогда... То есть, война до победного конца все-таки. А какими средствами? Это же другой вопрос. Если Петр Порошенко верит, что он дипломатическим путем добьется выведения русских войск. Супер. Поддерживаю. Если им это не удастся, значит, нужно помочь россиянам найти свою территорию военным путем. А как иначе? Там наши граждане. Потому что иначе, посмотрите, стоять на провоковать, стоять на провоковать. Сдали Крым. Мы сейчас можем с вами туда подъехать? Можем там общаться, как раньше? Ну, к сожалению, наверное, так как раньше не будет. Нет. Там русский дух, там русско пахнет. Вот я не хочу, чтобы на Донбассе миллионы наших граждан оказались под оккупацией. Недопустимо. Тем более, я не хочу, чтобы это называлось миром. Это не мир, это фальшь. Хорошо. Анатолий Степанович, ну, вы трижды были министром обороны. Вам ли не знать, в каком состоянии нынешняя украинская армия? Сегодня приходят новобранцы туда, для них опять не хватает ни бронежилетов, ни касок. Хотя, честно говоря, вот даже мне, человеку со стороны, непонятно. Уже четыре месяца вся страна такое впечатление, что только дело, что собирает на бронежилеты, на каски, на военную технику. Куда уходят эти деньги и в каком реально состоянии сейчас наши войска? Могут ли они отмечать? Посмотрите, как летит время. Уже восьмой месяц страна собирает, а не четыре месяца. Восьмой месяц. Понимаете, насколько колесо быстро крутится? Тут есть несколько вопросов. Давайте отделим мухи от котлет. Мухи – это там, где правительство не выполняет свои прямые функции и не обеспечивает армию солдата всем необходимым. Почему говорю правительство? Так записано в Конституции. Не вы, не я, не президент, а правительство. Кабинет министра обеспечит армию всем необходимым. Это первое. Пример безответственного, я сказал бы, преступного отношения правительства к своим солдатам. Это когда люди перечисляют свои деньги, когда государство уже провалилось, волонтеры работают и СМС-ками перечисляют деньги. И эти деньги четыре месяца лежат на счету Минобороны, и оно не имеет права их использовать. Почему? Да потому что только 2 июля, март, апрель, май, июнь вылетели, Яценюк подписал документ, как эти деньги можно использовать. За это время погибли сотни, получили ранения тысячи. За это нужно ответить. Это халатность или предательство? В моем понимании, неважно, это в любом случае служебная бездеятельность, в терминах прокуратуры, с тяжелыми последствиями. Так от 7 до 12. Чтобы вы просто понимали. Иначе, если не будет ответственность фиксироваться, то тогда как объяснить маме солдата, которая уже не имеет своего сына? Что, простили как бы все? Это первая часть. Вторая часть. Сама, собственно, армия. Знаю состояние армии. Знаю количество техники, которое там есть. Знаю, сколько можно было восстановить техники за март, апрель, май, июнь, июль, аву, сентябрь. Чтобы не плакаться сейчас, что этого нет. А чтобы можно было надежно гарантировать мир и спокойствие на Донбассе. Знаю, как профессионал, что там достаточно 4 бригады развернуть. А их до сих пор там не развернули. В чем причина? Бестолковое командование и военное, и гражданское. Ясное дело, что нужно менять министра обороны. Милиционер не может руководить развитием армии. Ясное дело, что нужно привлечь. И советовали президенту тех офицеров-генералов, которых за последние годы вытолкали из армии. Потому что они имели хребет. Своё достоинство, честь. А их заставляли материальные потоки регулировать. Эти смотрящие, которых привел Янукович. 54 смотрящих сидело в Минобороне. Беда. Эти офицеры прошли опыт Афганистана, Анголы, Ирака, зная их по фамилиям. Это люди, которых можно назначить сейчас командирами в секторы этой операции. И они обеспечат, чтобы не гибли наши солдаты и офицеры. Чтобы были защищены, были вооружены. И тактика применения приводила к успехам, а не к котлам и поражениям. Прежде всего, кадровый вопрос. Бестолковость, ответственность отодвинуть и усилить командование. Но и самое главное, президенту поверить свой народ. Анатолий Степанович, ну вот смотрите. Сейчас предвыборная ситуация. Ваша гражданская позиция идет на выборы. Представим ситуацию, что вы со своей командой набираете достаточное количество голосов. И вы готовы ли занять место премьер-министра? Есть ли в вашей команде эффективные министры, которые могут изменить ситуацию? И с чего они будут начинать? Краткий ответ – да. То есть вы готовы стать премьер-министрем? Понимая все сложности ситуации и степень ответственности перед людьми, которые сейчас в нищете, в кризисе, в недоверии к власти, которые воруют, берут взятки и так далее. И военные, которые сейчас оказались, многие брошены, часть разочарованы. Можно провести в порядок. В более тяжелых ситуациях бывала наша страна и наши люди, ну по жизни возьмите, два-три поколения назад. Можно все это сделать. Если доверят, я готов формировать правительство. Гарантирую точно, это не будет правительство, вот такие партийные сектора, квоты, да, это свободе, удару, батькевщине, там, блоку Порошенко, громадянские позиции. А как? Стоп, ребята. Профессионализм, мораль и патриотизм. Правительства не будет ни одного члена правительства, как нет в нашем списке, который имеет запасной аэродром. Американский паспорт, израильский, польский, еще какой-то, граждане Украины. То есть внутренняя иллюстрация такая. А как иначе? А как иначе? Это же доступ к документам особой важности. Это доступ к секретам. Как там может сидеть, например, человек с русским паспортом? Как сидел член правительства Соломатин? Или член правительства Лебедев? Или глава СБУ Якименко с русским паспортом? Ясное дело, что оно сейчас все убежало в Рашу и там сдает наши секреты. Значит, нужно быть патриотом своей страны. И ее защищать, и ей мир приносить, а не кому-то приносить подарки в Кремле. Это правительство должно сработать честно. Вы задали прямой вопрос. Есть ли у нас люди, которые способны работать в правительстве? Есть. Что это за люди? Давайте два слова о вашей команде. Ну, будет больше, чем два. Первое. Сейчас Порошенко не может найти министра обороны. Хотя хочет поменять вот это. В нашем списке номер 9. Полковник военный стратег Иван Опаршин. Вот сейчас поехал к Берландистровской встречаться с людьми здесь на отдыхе. Знаю человека. Гарантированно можно назначить сейчас, если бы я решал. И он обеспечит порядок там. И перспективы развития армии. Министерство культуры. Олег Деревянко. Классный мужик. Имеет украинское образование. Британское. Американское. Топ-менеджер. Меценат. Победитель. Всеукраинского фортепианного конкурса. Просто молодец. Молодой парень. Вперед таким давать кресло. Петр Ландяк. Тернопольский наш партиез. Уже лет 15 занимается прозрачностью и расчетами в сфере ЖКХ. Чтобы было качественное, тепло, вода, энергетика. Чтобы не было монополистов на уровне водоканалов и так далее. Которые через тещи оформляют офшоры себе все. А потом приносят высокие платежки. Министра ЖКХ такого ставить. Могу другие примеры привести. Вы подбирали людей по профессиональным качествам. Мы же идем в парламент. Они должны работать в соответствующих комитетах. Принимать законы. Не просто читать. А писать законы. И поскольку может быть ситуация, где на наших принципах сформируют коалицию. Идите работайте. Ребята в правительство. Это европейская практика. Когда первый номер идет премьер-министром. Хорошо. А, Антон, чего бы вы начали реформирование страны? Вот в нынешней ее ситуации. Сначала. Восстановить доверие. Доверие к армии, к правительству. Если помните, во время избирательной кампании я взял такой треугольничек бумажный. И сказал, что если треугольник народ, армия и власть сбалансирован и есть взаимное доверие. Никто, никогда, никакой враг нас не сломает. Это не я придумал. Это не я придумал. Это придумал еще Сун Цзинь несколько тысячелетий назад. Китайский стратег. Так вот сейчас подорвано доверие к власти. Потому что оно было подорвано к власти Януковича. А вот прошло 7 месяцев, пошел 8-й. Варье как было, так и осталось. На таможне, в судах, в прокуратуре и так далее. К сожалению, разочарование в общество было. Реформа первая, это очищение власти и должны прийти не просто новые фамилии, кумовья нынешних или кто-то другой, а новые качества. То есть люди, которые будут работать в рамках. Если бы я формировал правительство, подбирал бы тех людей, которые, какие я, поработал министром 3 года и не прячусь за взвод охраны, встречаюсь с людьми, не наработал себе межигорьев, не взял ни копейки с бюджета. Не существует в природе в Украине человек, который, скажешь, отдавал взятку Гриценко. Вот такие люди должны работать. А как побороть ту коррупцию, которая существует сегодня, чтобы построить то общество, о котором вы рассказываете сейчас? Кто хочет, сделает это быстро. Как? Три фактора. Первый. Прозрачная собственность на все. Вот если сейчас мы захотим узнать, кому принадлежит канал Плюсы или Интро, или любой другой, неизвестно. Там какие-то офшорки. Полностью до конечного владельца. Чтобы было понятно, что это вот министр, а вот это вроде его теща. Министр как бы бедный, а теща миллиардер. То есть полностью вся собственность открыта в публичном доступе. Это первое. Второе. Это криминальная статья. Незаконное обогащение. У нас уже подготовлено. О чем идет речь? Вот, например, чиновник живет на зарплату 7-10 тысяч гривен. Лет 15. И вдруг у него появляется на 3 миллиона зеленых или еще каких-то дворец. Подарили. Накалядовал. Конфискация и в тюрьму. Незаконное обогащение. Не надо доказывать, что он управлен. А тюрьм хватит? И третье. А вы знаете, если только трех посадить, остальные станут строгой. Или просто уедут. Дворцы останутся здесь. Ведь это же пример. Если рыба гниет золовые, то ее чистить с хвоста без толку. И она начинает золовые чистить. И третье. Изнести изменения в криминально-процессуальный кодекс. Дать право сажать без физического присутствия. Вот посмотрите, уникальная по своей дурости ситуация. Сейчас Януковичи, Пшонки, Азаровы свалили. А их предприятие работает здесь. А для того, чтобы ее забрать, нужно иметь судебное решение. Всем понятно, что оно уворованное. Но он в судне является. И через скайп не хочет выходить Викторий Федорович. Он там где-то себе Межегория построил. Так вот, чтобы было право в государстве в таких случаях принимать решение без физического присутствия убийцы или вора и так далее. Там, где очевидная доказательная база. Поэтому, если бы это было, это легко внести в соответствующий кодекс. То уже бы предприятия Клюевых и прочих, которые свалили, они бы уже работали на страну. Это было бы справедливо. Ведь они были министрами, госчиновниками. Откуда у них эти деньги? Откуда Венуковича? Вот это вот Межегория примерно 300 миллионов евро. Откуда? Оно украдено у нас с вами. У наших родителей. У налогоплательщиков. Отдай. Вот три вещи сделать и все. И стану в строге. Анатолий Степанович, ну посмотрим, как будут развиваться события. А будут развиваться так, как решат, в том числе и одесситы. Потому что вот сейчас наших депутатов три. Если было 226, то мы бы приняли то, что я сейчас говорю. А так мы можем только инициировать. Если говорить о внешнеполитической ситуации, ваша политическая сила, каким образом вы видите Украину в составе ЕС, в составе НАТО? Я знаю, что вы лично достаточно давно выступаете активным сторонником вступления в ЕС и в НАТО. Но вот с учетом нынешней экономической, политической ситуации, к чему это может привести и как быстро это может состояться? Два аспекта. Первая цель. Второе реализм. Ясное дело, это уже поняли многие. Даже те, кого охмуряли о той совковой пропагандой, о натомском военном сапоге и так далее. Мы видим, что сапоги сейчас пришли. И кто убивает? Из какого оружия? Ни поляки пришли, ни чехи, ни бельгийцы. Пришел Путин. Он враг. Он несет неспокойствие здесь. Поэтому даже в южных и восточных регионах, где традиционно люди так имели еще неопределенную позицию, а может быть все-таки дружба, Путин и так далее, они сейчас увидели, откуда идет это зло. Общественное мнение сколыхнулось в сторону Европейского Союза и НАТО. Это как стратегическая цель. Реализм в НАТО, Европейский Союз. Кого бы то ни было, не принимают. Это в таможенные и мутные союзы, можно вступить завтра. А сюда нужно подняться до определенного уровня. И жизненные стандарты, и стандарты судопроизводства, и конкуренция. У Польши ушло 10 лет. Ну, мы не глупее раз, второе уже видим примеры. Можно сделать быстрее. Президент поставил цель в 2020 году выйти на эти стандарты. Достижимая цель. Мы все вместе должны работать на это. Сегодня много говорят об олигархических структурах, финансирующих политические партии. Кто финансирует вашу политическую силу? Ответ из двух частей. Список всех, кто перечисляет нам денег, каждый день на партийном сайте обновляется. Там уже более 100 человек, равно как и отчет. Кого там точно нет. Там нет ни одного олигарха. Ни Ахметова, ни Фирташа, ни Левочкина, ни Порошенко, ни Пинчука, ни Тарута, ни Коломойска. Называйте любого. Их за нами нет. Мы будем отстаивать ту позицию, которую я зафиксирую в нашей программе. Громадянскую позицию. Ну а теперь давайте обратимся к проблемам тех, кто во всем мире составляет основу любой демократии. Кто формирует бюджет государства и кто кормит и поет Одессу. Я говорю сейчас о представителях малого и среднего бизнеса. На этой неделе в Одессе побывала глава Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александра Кужель. С ней мы и говорили о перспективах украинского бизнеса. Сегодня в условиях войны, каких-то постоянных социальных катаклизмов, вообще об экономике предпринимателя как-то перестали вспоминать. Ну о них обычно вспоминают, когда нужно собрать деньги в помощь кому-то. А вот объясните, а кто сегодня может помочь самому малому и среднему бизнесу? В каком состоянии он сегодня находится? У вас есть цифры какие-то? Знаете, я не соглашусь, что когда собрать нужно, потому что малый бизнес и средний бизнес, которому я отдала всю свою жизнь, только потому что я понимала, что это есть основа демократии. Вот все, что в нашей стране происходит, это благодаря им. Как бы кто-то ни пытался. И Майдан в том числе. Я вам хочу сказать, что даже на последнем Майдане первые, кто привез одежду, это был седьмой километр. И у нас была отдельная такая бизнесовая палатка, огромный наш центр предпринимателей, которые там помогали, собирались. Их не надо заставлять. Они сегодня армию содержат и АТО содержат. Вот в том-то и дело, волонтеры, прежде всего предприниматели. Вы знаете, недавно провели опрос среди бизнеса, какие реформы они считают наиболее важными. Первое они поставили на... Первое это иллюстрация, второе коррупция, это бизнес поставил впервые. Третье это уже экономические стимулы и четвертое остановка войны. Для меня это было... Я была совершенно удивлена. Приоритет, потому что они понимают. Вы знаете, наверное, только потому, что они в этом живут каждый день. Они прекрасно понимают, что и война идет, потому что есть коррупция. И без вот этих двух составляющих иллюстраций коррупции, все остальное это ла-ла-ла. Это болтовня, которая... Поверьте, я за свою жизнь очень много делаю хороших законов для бизнеса. Но вот это слово правоприменение, если они понимают, что коррупция в судах, коррупция на таможне, коррупция в налоговой, коррупция в милиции... То есть закон хороший или действует? Он действует, но он настолько искривлен, он начинает правоприменение в зависимости от того, кто при должности. Так не может быть. Понимаете? И сейчас я их понимаю, потому что вот что больше всего заводит людей, да? Это то, что ничего не меняется. Конечно. То есть они... Ожиданий много, обещаний много. Вы знаете, даже вот не обещаний. Мы действовали, мы не ожидали. Мы вместе все действовали. Когда нам говорили, что нельзя там победить Януковича, мы все вместе действовали. И даже когда там три лидера оппозиционных партий подписали с Януковичем мирный договор, и уже вроде бы все же кричали опять тоже мир, 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 да? А народ встал и пошел. И это сделали не политики, да? Поэтому бизнес правильно ставит акценты. Александра Владимировна, вот сейчас, в нынешней ситуации, на ваш взгляд, какие меры по спасению экономики, в частности, среднего и малого бизнеса, как основу демократии, нужно предпринять? Мы начали с вами о них говорить. Первое. Приняли закон о люстрации. Если у нас останутся... Если очищение власти не произойдет, все... Не выдумывать там, кто работал в Комсомоле, кто там работал в КГБ. Этот период мы уже пропустили. Это ушло. Потому что у нас пришла молодая команда Черновецкого, и через полгода ходила все с часами по 200 тысяч долларов. Люстрация подразумевает, что ты делал на государственной службе. Это же не обязательно, что человек работал и обязательно подлец. Есть люди, которые работали при Януковиче и которые... Это понятно. Александр Зимин, ну хорошо. А может быть, пусть власть, как говорится, очищается, а в это время бизнес будет подниматься? А с кем, если пришли, сели после Майдана и воруют по тем же схемам? То есть некому создаваются условия, получается, для бизнеса? Нет. Вопрос. Еще раз говорю. Испытание властью и деньгами – самое страшное испытание. Это сказано в Библии. И это же не проходит человек сам по себе. Ну есть столькие люди, у которых внутренний стержень есть. А в большинстве это выстраиваются такие маяки, чтобы человек не мог этого сделать. Если человек видит... Если вот предприниматель один мне рассказывал, говорит, зашел к судье в дом, ну так получилось. Он говорит, зашел и понял, что я никогда столько не заработаю. Я сколько бы ни работал, 12 человек только дом обслуживает. То есть мы понимаем, что этот человек живет непосредством. Может бизнес развиваться, когда такой судья всегда примет неправосудное решение? Никогда. Поэтому еще раз говорю. Можно 100 реформ написать. Можно записать замечательные законы. Но если сегодня на встрече по таможне мы встречались, когда они говорят, ну все равно все знают, что пока не заплатишь, контейнер не выйдет. Так может нам в каждом городе, в каком-то населенном пункте поставить... Веселицу. Нет, ради бога. Веселицу. Веселицу. Так сделали китайцы. Едут строить дорогу. Поймали, чтобы воруют на строительстве дороги, возле этой дороги повесили. Больше не воровали. Может хотя бы просто наблюдатели от бизнеса, который бы смотрел... А знаете, что произойдет? Я вам скажу. Войдет в долю. В этом трагедия. Ведь на сегодняшний момент того же... Когда вот приехали ко мне предприниматели с Харькова, говорят, Александра Владимировна, вот мы группа предпринимателей решили, больше никому не дадим. Вот не дадим. И я стараюсь с ними... Ну как бы, знаете, как выжили. Красные. Да. Пока да. Они работают. Но они выше среднего. Они вот такие серьезные мужики. Но, поверьте, это я со многими политиками, с красными тряпочками вот так бегаю и говорю, попробуйте тронуть, да? Но в этой ситуации, говорят, рыба гниет с головы, но чистят ее с хвоста. Вот то, что сейчас происходит, вот это вот даже, будем говорить, мусорная иллюстрация, да? Это есть вот то с хвоста. Вот все видят, что голова гниет, а понимают, что если мы сейчас с вами не начнем это делать, то все остановится. Все остановится. Поэтому разговоры о том, что изменится Верховный Совет, это будет иллюстрация, это ложь. Потому что, когда смотришь многие списки, то понимаешь, что там зайдет еще хуже, чем было. Вот, Александра Владимировна, вот объясните телезрителям. Поэтому запон иллюстрации нужно президенту, мы должны все требовать подписать, начать ее делать. Если нужно вносить какие-то изменения, вносить их спокойно в новое Верховное Раде. Мы выбираем людей, в том числе людей, которые должны заниматься экономикой и судьбой предпринимателей. Каких людей, которые... Вы знаете, вот как, чтобы они не вошли в долю... Я совершенно не боюсь, каких людей изберут с точки зрения законов по предпринимательству. Знаете почему? Даже этой Верховной Раде я готова снять шляпу, потому что они меня поддержали по всем законам, с которыми я выходила в зал. Почему? Потому что я, когда даже создавала работу комитета, как у меня были все партии, и у меня был очень сложный первый зам Лукьянов с партией Реонов, я сразу предупредила, в комитете мы о политике не говорим. Мне легко, потому что они признают за мной лидерство и знания проблем предпринимательства, и все законы, с которыми я выходила в зал, стопроцентно были поддержаны залом. Я впервые удалось провести то, что за 20 лет не удалось, отменила 113 дозволов. Это два дозвола, могу сказать, сертификация зерна и зернохранилищ, сэкономила нашим аграриям 350 миллионов взяток. Я когда зашла на совещание агрария, они в стое мне аплодировали. И что вы думаете, я сегодня узнаю на таможне, я говорю, ну так легко у них проходило экспорт, вот как сейчас зерно идет, вот говорит, Александр Вадимович, там уже появился фитосанинтант. То есть какие-то новые лазейки. Новые лазейки. Отменили обязательства печати, которые давно уже никому не нужны, архаизм. Самый главный болезненный вопрос был для частных предпринимателей, особенно для маленьких, закрыться. Его закрывали месяцами, и он не мог встать ни на службу занятости, никуда. Сегодня это можно сделать в течение нескольких дней, и тоже закрываешься. провела временный закон, то есть временный для меня изменение в законопроверках, который жестко опять загнала органы власти под этот закон, который должны они выполнять, запретила изымать документы, компьютеры, и останавливать предприятие без решения суда. То есть очень жестко... Делано было достаточно много, а что мешало делать дальше? Вопрос. Вот спросите, почему предпринимателям не стало легче? Почему? Вот я об этом как раз. А потому что остались все те же самые коррупционные системы. Раз. То есть ваши законы поддержали. Все работает. Все работает. Но схемы-то остались. А предпринимателям жить не легче. Подождите, но схемы-то остались. Раз. Второе. Покупательская способность очень сильно падает. Доллар растет, заработные платы не растут. Еще возьмите потрясение. Все-таки год сумасшедший. И революция, и Крым, и война. Сегодня торговля упала на 70%. Для Одессы это катастрофа. Большинство... Конечно, Одесса торговый город всегда была есть и на работе. Очень сложно. И даже те, которые к ним ездили, покупали на оптовые рынки, сегодня понимают, что там тоже, везде по Украине эта проблема есть. Существующее тяжелое военное положение. Непонимание и неверие, и правильно есть это неверие, того, что это мир, и понятно, что это не мир, что это опять сдача территорий, и все это понимают. И нам главное с вами не превратиться в эту анёбу, такую, как стали телезрители в России, которые слушают и больше не мыслят и не думают. Наше будущее в том, что народу нужно говорить всегда правду. Он может понять, он может простить, он может мобилизоваться. Вот если мы сегодня народу говорим правду, что в тарифе 40% воруют... Вот, вот я как раз хотела вас спросить, вы же занимаетесь антимонопольной деятельностью, что происходит с тарифами? Вот я вам могу сказать, за полтора года, за полтора года, я, это с моим характером, с моим напором, за полтора года мне удалось, ну, могу сказать, начать рассматривать этот клубок. Так, безумная мафия, все полностью завязано, информация закрыта. То есть даже для вас? Для всех. А для меня, как главы комитета, который при парламентской республике есть самый главный контролер над этими комиссиями, все закрыто. Нашла людей, которые мне изнутри вскрыли. Слава богу, что у нас с вами люди добрые и умные, ответственные. Мне и по оборон промо сливают, и по монополистам. Могу вам сказать, то, что вам сейчас после выборов пришлют платежки, вы все быстренько отрезвеете, да, чтобы не было у вас таких вот эмоций. Я думаю, что ближайшее для себя политическое будущее в парламенте, при том, что я никогда предпринимателей не оставлю и буду всю жизнь для них работать, для меня вот чисто человечески, чисто профессионально задача номер один все-таки вскрыть эту гидру, доказать. Я готова на любом суде свидетельствовать сегодня об этих 40%. Мало того, ваши коммунальные предприятия там подворовывают. Есть исследования, я не имею в виду именно Одессы, а в каждом городе есть коммунальные предприятия, которые как схема показала счетная палата, что они подворовывают. Я хочу сказать вам, что то, что я, наверное, сейчас скажу, многим не понравится. Но я считаю, что облгазы и облэнерго должны возвращаться в государственную собственность. Это безобразие было принятое решение, потому что мы на сегодняшний день, то, что мы с вами построили за наши средства, на сегодняшний день отдали, люди ничего не вкладывают, воруют еще 40%, и в конечном итоге, это же не только граждане страдают. Мы начали с вами с чего? С бизнеса? А вы попробуйте сегодня не то, чтобы киоску подвести, электрическую энергию, или там воду подвести. С вас такие деньги возьмут, а если вы построили, мы хотим с вами говорить, о частных постройках, чтобы люди дома строили, или вы завод построили, так вот вы знаете, что вы построили завод, вы проведете все электромережи, газовые мережи, водные мережи, вы все проведете, а потом знаете, что сделаете? Отдадите монополисту на баланс. И у него вы потратили деньги, а у него это будет увеличение его активов, и мало того, он каждый год еще в новом тарифе будет начислять на эту амортизацию. В общем, я думаю, что... Нам остается только от вас ждать по тарифам каких-то конкретных, реальных действий. Не только от меня, мне удалось добиться в Верховной Раде создания Следственной комиссии. Я понимаю, что с окончанием этой каденции, может быть, не все члены Следственной комиссии попадут в Верховную Раду следующей, но то, что я эту тему не оставлю, для меня это как для экономиста принципиальный вопрос, как гражданина, для политика. Потому что предприниматели, мы служили и служить буду всю жизнь, потому что это моя часть моей жизни. Как раз в завершение нашей программы, к сожалению, времени осталось очень мало. Если предприниматели уже не в МАГАТУ, что называется, достали, куда ему обращаться? К вам? Они все знают. Вы знаете, за все мои годы жизни, во-первых, они знают все телефоны, даже и сейчас могу сказать 054-699-6391, и желательно не звонить и отправлять смс, потому что я постоянно на встречах, и телефон отключен. Кроме этого, в Фейсбуке они всем знают Александра Кужель, у меня там более 45 тысяч подписчиков, мне пишут, я впрямую сама работаю в нем и отвечаю. Но вопрос, достали, это не в первую очередь не переложить свою проблему, что меня там достал налоговик. Если достал налоговик, мне письмо, я сразу в генпрокуратуру, в милицию, нам нужно бороться вместе. Если рассчитывать, что мама Саша нас спаси, они прекрасно знают, что я за них и в огонь и в воду брошусь. Но на сегодняшний момент, если мы не очистимся от этих уродов, которые выстроили вот эту всю систему в судах, в милиции, в прокуратуре, в службе безопасности, в налоговой, то, извините, какие бы мы законы и не писали, мы им будем все всю жизнь должны. Вот такой насыщенной была прошедшая неделя в Одессе. Следующая обещает быть тоже занятной. Так что будем сохранять спокойствие и благоразумие. А я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. С вами была Елена Астрахович. Мира и добра вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова